В общем, сейчас сижу, читаю комментарии ваши к предыдущему видео, и, ну, я думаю, что если много человек пишут плюс-минус одно и то же, значит, в этом есть какая-то правда, например, вот по обратному клапану, тоже я сейчас залезу, посмотрю, как они выглядят, если найду что-то похожее, ну, точнее, чтобы подошло по размерам, потому что у меня там вот такое вот отверстие, маленькое, короче. И если найду что-то, ну, что подойдет, значит, буду заказывать, это, ну, прикольно, значит, оттуда сто процентов ничего не будет дуть, правильно, и мне не нужно будет его заклеивать тряпочками. Еще пишите по холодной стене, то есть что она не должна быть, но я же сказала, что, ну, утепление, это значит, ну, типа, мне пишут, что нужно утеплить стену, ну, то есть мне нужно снимать обои, сбивать штукатурку, значит, утеплять обратно штукатурку, обратно этот белый слой шпатлевку, обратно обои, да, то есть чтобы у меня была теплая стена, которая, в принципе, должна быть в любой квартире. Без комментариев, нет. Вот. И еще по, ну, конечно, в санузле, в санузле есть вентилятор, я его включаю, естественно, если я принимаю душ с закрытой дверью, именно душ, ванна, конечно, попроще, и если душ и закрыта дверь в ванную, то в ванной, даже при включенном вентиляторе, все, ну, зеркало белое, то есть, ну, запотевает, мокрые двери, а я не хочу, чтобы были мокрые двери, ну, и тумбочка, ну, тумбочка, наверное, ладно, больше по дверям, по наличникам, страшно, чтобы они не разбукли, потому что там из такого материала они сделаны, как я посмотрела по низу, там такие разбухшие края уже, это просто чистый спил, без какого-либо просиликонивания этих вот наличников, здесь вот могли бы хотя бы просиликонить, прежде чем к полу его примыкать. Ну, короче, боюсь за двери, поэтому не хочу как бы, ну, и, в принципе, увлажнить зимой комнату не так уж и плохо, вот, ну, не до такой степени. То есть, если я открываю на проветривание вот эти два окна, балкон, то стена не сильно мокрая, но здесь, естественно, холодно, ну, как бы, ну, не фатально холодно, ну, у нас и не минус 40 на улице. Вот, ну, и по батареям, по батареям вообще, честно говоря, просто у меня, ну, как-то все, все завертело, я, да, вот, просто все перепуталось, точнее, то есть, сначала пишут, что снимать нужны терморегуляторы. Окей, просто их снять, тогда батареи будут греть на максимум. Я не хочу, чтобы две батареи грели на максимум. Вот, значит, еще написали, что батареи остывают, если, как бы, добились той температуры, которая, ну, какой-то там по нормам, да, наверное, то есть, вот, в комнате 25, значит, одна батарея остывает или две батареи остывают до тех пор, пока не станет, что, 24, а потом они опять начнут работать. Это возможно, что они как-то сами по себе работают из-за терморегуляторов, потому что, когда я накрываю, когда я после стирки накрываю их шмотками, то они холодные становятся, я еще думала, что за прикол, я, наверное, нечаянно там где-то что-то задеваю, но нет, они, видимо, действительно остывают, потому что, ну, очень горячие становятся, потому что воздуху некуда выходить. И еще мне казалось, что, я не знаю, может быть, показалось, когда сильно было холодно, открыты все окна и балкон, они тоже остыли. Может ли быть такое, что они, типа, поняли, что помещение, ну, как бы, проветривается и, ну, типа, и греть не надо. Вот это, кстати, еще прикольно. Ну, короче, из того, что я сделаю сейчас, это я оставлю заявку в ДМП на, ну, там, посмотрю, какая категория по батареям что-нибудь. Хотя у меня есть прямой, ну, хотя это не то же самое. Есть еще номера, ну, мы, получается, я же плачу за отопление не ДМП, не мы, ну, а, короче, отдельной организацией. Мы заключили, сколько хотела квартир, больше половины нужно дома, чтобы заключили договор с, мы заключили с городом Уюта. Со сторонней организацией, которые по показаниям счетчиков, ну, в общем, мы платим по показаниям счетчиков, вот так вот. Поэтому у меня есть еще их номер, может быть, я им еще наберу, спрошу, что они об этом думают. Ну, скорее всего, это все равно в ДМП, потому что это техническая сторона, вот. Ну, потому что я не понимаю, почему я плачу за отопление 20 рублей, если я там периодически выключаю что-то. Ну, короче, такие мелочи жизни. Вот, так что спасибо, кто что написал. Я думаю, что это даст мне какой-то этот, ну, как минимум дополнительную инфу. Это точно мне дало, особенно с батареями, просто башка кругом. Что тут нужно, снимать регуляторы, не снимать, одевать другие, подкручивать, что-то там еще, боже. Ну, короче, вы поняли. Ну, и давайте немножко по плюсам, потому что, ну, как бы, косяки какие-то, они случаются. Но не будем все-таки забывать, что, ну, есть еще что-то прекрасное. Например, плохая квартира, я тут почитала. Я запомнила, где она плохая, в чем плохая. 33 метра, 25 у меня комната или сколько. Такая квадратиком для студии. Это шикарная планировка, потому что все остальные, они, ну, как вагончиком, ну, длинные типа. Вот это не очень, тут согласна. Хотя и то, кому, кому что нужно. Вот, кровать возле этой стены, потому что я так хотела, двигать я ее никуда не буду. Я специально кухню перенесла на эту сторону, чтобы рядом стоял диван возле кровати. У меня и кровать, и диван будут смотреть прямо вот на телек, тоже супер. Зона возле окна обеденная, тоже, пожалуйста, полноценная. Кухня, все влезло. Один шкаф влезет, второй шкаф тоже влезет. Все, еще влезет у меня тут кит. Кит, еще влезет у меня тут ковер. Кто-то издевается. Кит, пожалуйста, не издевайся. Еще влезет у меня тут столик этот кофейный с ковром. Лампу туда всуну. Все. Ну, единственное, что я хотела не вот этот рабочий стол, а чтобы консолька такая была. Ну, что-то я уже тут, наверное, потом этим займусь. Пока будет стол. Ну, все. Ну, типа, где тут какая плохая квартира? Ну, единственное, вот на соседей вид, ну, хотя вы же видели в прошлом видео, какой у меня вид на кольцо? Ладно, давайте не будем. Давайте не будем. Ну, вот, так что из плюсов, я считаю, тоже тут есть что выделить. Как бы техническая ерунда с батареями, со стеклами, с вентиляцией, она в каждой квартире. Ну, то есть, наверное, когда большая, ну, хотя я не знаю, вот когда большая квартира, типа 100 метров, там уже у них несколько вытяжек, наверное, да, этих вентиляций. Как у них там дела обстоят с этими стенами? Тоже вот интересно. Ну, короче, вы поняли. Так что не все так плохо, как кому-то хотелось бы. Ну, только что вот уже мастера кровать делали опять. Какой там это уже раз, я не помню. В общем, прямо при... В этот раз уже пришли вдвоем, я не знаю, ради доказательств или для чего, не знаю. Ну, суть в том, что сразу я встала и сразу был слышен скрип и тут, и изголовье. Единственное сейчас, что, значит, мастер сделал, сначала снял и одел газлифты, пока слова помню, видите, как. И сказал, что скрип был вот в этих штуках. Вот. То есть они были как-то одеты, одеты друг на друга, и у них какой-то разный размер. И он вроде как вот что-то сейчас тут вот просверлил, наверное, вот эти штуки. Честно говоря, я не знаю, что-то, ну, что-то прокручивал, что вот стружка осталась. Но сказал, что это они, это не деревяшки, это не какой-то там механизм, это не газлифты, это вот эти вот штуки. Они вдвоем, правда, были очень удивлены, что что-то в этих кроватях скрипит, что у них какой-то там механизм. Перед тем, как уходить, я тут полчаса прыгала, ходила, это вообще забавно на самом деле. Качалась и все такое. Значит, сразу, как я стала, скрипнула вот здесь. Но потом походила, походила. Ну, и вот эту вот железную перекладину они с этой же стороны тоже подтянули или подзакрутили, не знаю. В общем, стала я сразу и сразу скрипнула. Но сейчас ничего не слышно. Я долго ходила, минут 10 я и качалась, и подпрыгивала, и пыталась хоть что-то, хоть какой бы звук, и сдала матрас, кровать. Ну, ничего. В общем, сказала еще раз, напишите, приеду уже с начальником, пусть сам думает, что с этим делать. Потому что, ну, конечно, забирать по гарантии никто не хочет. Это же типа, ну, расходы, наверное, какие-то. Вот, поэтому вот так пока. Ну, ждем ночи. Итак, вести с полей. Значит, вчера я ставила заявку в ДМП на сантехника по батареям. Сегодня он мне уже позвонил и пришел. Значит, что он сделал? В большой батарее он пальцами открутил болт. И вот этот вот регулятор, ну, большой регулятор, и там такая есть палочка. И вот этот регулятор не подходит к этой палочке, он ее как-то зажимает. И она, значит, всегда очень нежная и показывает, ну, короче, не знаю, толком не поняла. В общем, она очень нежная и нужно, и может работать только на пяти, но если там что-то подкрутить, эту саму эту гайку, то она будет и на четырех давать какую-то температуру. Это называется механический регулятор. А есть еще какой-то терморегулятор. Он работает вот по принципу, как писали мне, температуры в доме. То есть, если бы это был терморегулятор, то он бы, например, на пятерке работал, если температура ниже какого-то градуса, например, ниже 21. Если там на четверке, если там ниже 20, ну, короче, история такая, что он бы был как, мерил температуру и автоматом как-то включал-выключал эту батарею. Вот, значит, сказал, что это не гарантийный случай. Вы можете купить эти регуляторы и термо, и механические, но названия их какого-то конкретного нету. Они должны подойти, то есть, нужно брать саму эту головку, снимать и идти в магазин. Вот так вот. То есть, я удаленно заказать это не могу. Я говорю, может быть, у них есть какое-то название? Нет, нет, нет. В общем, в принципе, странный был на самом деле приход. Вот, ну, то есть, прибежал человечек, буквально за 30 секунд мне что-то тут наговорил непонятное количество информации. Говорит, ну, вы поняли? Я говорю, нет, подождите, дайте еще раз. Он уже идет одеваться, уходить и говорит, ну, так подождите, я же вам объясняю, я же вам объясняю. Ну, в общем, 10 раз одно и то же. Ну, как я вот сейчас объясняю, так я это поняла, по крайней мере. То есть, значит, ну, все. Все, то есть, эти регуляторы, они не подходят, поэтому они зажимают этот язычок. Он мне открутил вот этот болт, то есть, он сейчас легко ходит туда-сюда и сказал, что должно работать нормально. Я говорю, что и так нормально работало, но на максималках, а я хочу большую батарею, например, на тройку, а маленькая пусть будет всегда на пятерке. Так, боже, напугалась. Думала, какое-то животное зажали, это соседи. Вот, значит, и нужно, ну, конечно, хотелось бы все-таки не вручную, да, типа, а терморегулятор. В общем, я погуглю, сколько они стоят. Если они там, типа, не 500 долларов, да, за две штуки, то я займусь этим вопросом. Пока не буду, пока хватает других моментов. Вот, а ну, хотя, ну, еще и зима есть, пока отопление не отключили, время есть. Дальше, вчера же делали кровать, вечером я на нее легла, услышала один скрип у изголовья. Особо не расстроилась, я как-то уже так, типа, думаю, все, по старой схеме, утром снимаю видео, отправляю на Viber. И, собственно, утром она не скрипела, я ворочалась, ворочалась. Но, когда села краситься в ногах у кровати, то вот долго сидишь, вот не сразу садишься, она скрипит, а вот сидишь-сидишь, потом начинаешь поправляться, и она как-как-как-как. Я, значит, быстро это все записала, отправила, мне тут же ответили, сказали, все, мы отправляем производителю заявку на замену этого механизма. Я написала, ок, меня попросили скинуть гарантийный талон, это все сбросила. Но через минут 30 позвонил сборщик, который вчера приезжал, сказал, только вот вчера или когда, или сегодня был, значит, у какого-то мужчины с такой же кроватью, ну, или с таким же механизмом. И там нужно, значит, у него тоже скрипело, значит, он тоже поехал, чтобы она не скрипела. И там нужно, значит, какие-то более длинные, ну, не дюбеля, а как-то какие-то болты более длинные всунуть в какую-то штуку, в которую он вчера не всовывал. И она перестает скрипеть. Прямо при нем, значит, она скрипела, скрипела, потом он что-то там подкрутил, засунул, и ребенок начал прыгать на кровати, и перестало скрипеть. Я говорю, ну, добро пожаловать. Если это поможет, приезжайте. Мне как бы несложно тут лишние, сколько тут, ну, полчаса это занимает, пустить человека, чтобы он опять поковырялся, как бы. Ну, а что делать? Ну, или пусть заменяют, но это то же самое будет. А если оно потом после замены будет скрипеть? Прикиньте, у меня вообще, у меня просто будет трип незабываемый с этой кроватью. Хорошо, что вот это все запоминаю. Так, ну все, хотела быстро рассказать, уже 4-5 минут. Так, ну все, потом расскажу, что там в итоге было. Я сейчас за компом сижу, и одним глазом вижу окно, и вижу, с какой силой и какое количество снега падает с вот этих вот бортиков. Сама стараюсь не ходить. Конечно, трудно в Минск мире не ходить близко к дому, да, потому что не все близко. Но тем не менее, если вот прямо под окнами, ну, прямо вот под фасадами, не стоите на всякий случай. Потому что я шла как-то и возле подъезда тоже рядом, просто столько снега лупануло, что, ну, наверное, кого-нибудь могло точно прибить. Ну, не знаю, может быть, не смертельно, но неприятно было бы точно. И здесь вот, видите, даже кот офигевает, потому что они периодически мокрые, это все скользкое, эти штуки под наклоном. Фу! Грисет гирлянду. Фу, ты что? Да, на стрессе, потому что понимает, сколько снега падает, и с какой силой с высоты 25-этажки. В общем, аккуратненько, не ходите близко. Да и, в принципе, вот застройщик, Алё, ну зачем, чтобы что-то так падало? Может быть, не нужны были эти бортики все-таки? Кот думает, что это какие-то животные скачут. Да, ну, вот так они строили, да. Моречку. Итак, сейчас, надеюсь, как там правильно, надеюсь, финишный раз приходил мастер по кровати. И, собственно, вот, что он сделал. Вот сюда вот, в эти вот входы, и там тоже, и выходы, соединения в эти всунул, вот эти болты. Они не входят в комплектацию. Это вот, значит, о, здрасте. Это вот такая вот история, короче, у него, ну, как это сказать, когда он собирал еще одну кровать, ему через неделю позвонил там еще мужчина и сказал, что кровать скрипит. И почему-то он там разозлился и решил все вкрутить на болты, и это помогло. То есть мужчина за неделю не звонил. Соответственно, скорее всего, в этом есть какая-то норма. После моих обращений, ой, после моих обращений, фабрика отправил, ой, точнее, ну, как сказать, магазин отправил запрос на завод и сказали, а, все понятно, мы вам пришлем вот эти вот ламели, они, кажется, называются. Давай порви опять просто мне. Вот, но сборщики им сказали, нет, нет, это точно не в этих ламелях дело. Это в чем-то другом. Ну, из выходов вот такая вот история. Я говорю, странно тогда, почему у кого-то эта кровать не скрипит. Соответственно, если что-то не входит в комплектацию, к луну, может быть, кто-то не обращается, но в основном, типа, люди обращаются, поэтому не знаю. Ой, так аккуратно лапы. Берю аккуратно лапы, ты лапой становишься. Вот, ну и, собственно, все. Надеюсь, все будет окей. Сейчас мы тут стружечку еще пропылесосим. Ну, по кровати, кстати, все окей. Все, ничего не скрипит. Я уже сплю на ней сколько? Три-четыре дня. Ну, ни одного звука, ни единого. Так что, видимо, вот эти шурупы помогли. Есть еще один. Есть еще один.